Всем привет! Сегодня мы рассмотрим Samsung SCX3400. Включаем принтер. Мы видим, что загорелась лампа Tony. Нам надо выяснить, можно ли прошить этот аппарат, чтобы отучить его от чипа. Для этого распечатываем страницу конфигурации. Нажимаем и удерживаем клавишу отмена и отпускаем, когда зеленая начинает мигать. Смотрим версию V3. Если предпоследние две цифры 0.2, значит прошить нельзя. Следовательно, будем заправлять картридж и менять чип. Поднимаем крышку и вынимаем картридж. Картридж называется MLT-101, D-101, White-S, White-S. Картридж совместимый. Боковинки у него прикручены винтами. На оригинальных картриджах винтов нет. Можно просто отщелкнуть отверткой. Со стороны шестеренок откручиваем только нижнюю часть боковинки. Она прикручена двумя винтами. Смех, что делаю? Деньги зарабатывать. Маш, ну вы, знаю, я. Ну прикидывайте хочешь. Ладно, что делаю. У вас нормально все? Да? Да, нормально. Маш, ну просто дома сидит целый день. Делать деньги, а потом звонит по сто раз. Опа, черт. переворачиваем картридж и откручиваем три винта на оригинальных картриджах это боковинка цельная на совместимом частности на этом состоит из двух частей одна соединяет две половины картриджа другая с чипом мааш а ты готовишь это что-нибудь такое? ну и взысканное да мааш, нормально ладно, заезжайте, что? что это снял? ну да, на ночь посмотрим она у нас будто прям уже что толку не делал, а капец тяжелый теперь снимаем боковинки немножко поддев отверткой и располовиниваем картридж сначала займемся той, где фото барабан вынимаем ось убираем фото барабан в сторону также снимаем вал заряда и вытряхиваем в бункер с отработкой если есть пылесос, после этого можно пропылесосить, если нет, просто протереть сухой салфеткой вал заряда, если он сильно грязный налет большой налет, можно протереть спиртом если нет, протираем просто сухой салфеткой фото барабан также протираем салфеткой ставим на место, вставляем ось с одной стороны ось имеет срез, этим срезом и вставляем в фото барабан проворачиваем и толкаем до конца, до упора пусть должна сесть на место эта половинка готова, займемся той, которая с тонером вынимаем пробку и высыпаем остатки тонера, если они есть затем снимаем шестеренки и откручиваем винт, который удерживает направляющую пластину поддеваем отверткой и вынимаем направляющую пластину и инициативу теперь можно снять магнитный вал не потеряйте втулку с него откручиваем два винта, удерживающие дозирующие лезвие аккуратно снимаем дозирующие лезвие, чтобы не палять аккуратно снимаем дозирующие лезвие, чтобы не палять теперь можно опять попылесосить я думаю, что нет я нажимаю на непринечную тему не буду на слюне на слюне И так же или только дозирующий везде и обыкновенный вал. Вытираем шухой салфеткой. Если на дозирующем лезвии есть налет, его надо счистить пластиковой полоской. Ни в коем случае не металлическая, чтобы не повредить дозирующие лезвия. Закажите кредит до 100% права по банк.ру и действуйте. Финок закопите. Не вряд ли. Оплажите картой любые покупки. После того как почистили, снова протираем шухой салфеткой. Теперь берем тряпочку, смачиваем ее спиртом и протираем магнитный вал и дозирующие лезвия. И начинаем сборку. Берем дозирующие лезвия. Ставим в направляющие и закручиваем два винта. Берем дозирующие лезвии. Здесь разных Субтитры делал DimaTorzok Далее вставляем магнитный вал, одеваем на него втулку и направляющую пластину, которую затем прикручиваем. После этого засыпаем тонер. Извините, я просто думал, что у нее мужики... Какие мужики? Видишь, у нас там много не сидел. Откуда разница? Я же не знаю, что у меня ребенок хотелось бы сказать. Давай вместе. Давай, давай. Теперь, пока я скуса беру. Когда тонер засыпан, вставляем пробку. Вам поместно, что это? Переворачиваем. И ставим на место шестеренки. И ставим на место шестеренки. И ставим на место шестеренки. Теперь соединяем обе половинки. Пришло время поменять чип. Вынимаем старый чип. И на его место ставим новый. Теперь ставим боковинки. Сначала со стороны шестеренок. Ставим и защёнкаем. Переворачиваем. Ставим соединительную часть. Затем часть с чипом. До щелчка. И завинчиваем все винты. С этой стороны три. С другой два. На оригинальных картриджах винтов нет. Один два. На оригинальных картриджах винтов нет. Пр Gelchen. Натер. С forecasts. Прِбный медведь Желчок. Картридж готов Осталось проверить Все ли мы правильно сделали Поднимаем крышку И вставляем картридж Сначала мы распечатаем Отчет конфигурации И посмотрим качество отпечати Включаем принтер После того как он Вышел в готовность Лампочка тонера не горит Теперь нажимаем кнопку отмена И удерживаем до тех пор Пока не начнет мигать зеленый огонек Это как правило 2-3 секунды Качество печати Отличное Теперь проверим уровень тонера Для этого нам надо Распечатать отчет Расходных материалов Опять нажимаем И удерживаем Кнопку отмена 10-15 секунд Затем отпускаем Смотрим отчет Смотрим отчет Если понравилось Подписывайтесь на мой канал Будет еще много интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому